здравствуйте ваш вопрос мысли о том что могу умереть как молиться дело в том что мы все умрем только в свое время но жить под этой мыслью нельзя поэтому вопрос того что я живу в данный момент у меня есть данная минута у меня есть данное время и его нельзя отдавать мыслям о смерти а если эти страхи пришли то надо понять от чего и задать богу вопрос господь где я проглотила эту наживку покажи мне ситуацию покажи мне с кем я тогда разговаривала встречалась или что-то смотрела либо что-то услышала и на меня повлияло это вот так потому что это как семя которое бросает враг в ваше осознание чтобы теперь вы не жили в то время которое у вас есть жизнь а думали о смерти поэтому это воровство вашего настоящего и поэтому жить под страхом смерти это в принципе не христианский подход потому что нам нечего бояться смерти когда наша будущность уже решена но жить и не дать сейчас богу работать с вашей жизнью это неразумно у вас есть жизнь и пользуйтесь каждой минутой этой жизни благодарите бога что он имеет о вас лучший план и есть план божий а есть тот план который формирует враг потому что у него есть желание украсть убить и погубить поэтому не соглашайтесь на его план скажите я буду жить и возвещать дела господни берите места описания и это то что я сейчас процитировала из 117 псалма поэтому я не умру но буду жить и возвещать дела господни у вас есть право отпарировать вот эти натиски на ваше сознание как работать с мышлением я могу порекомендовать вам в рубрике помощь для вас такое направление опять же занятий как свое мышление привести к преображению и исходя из этого вы будете знать как молиться потому что научить просто фразам молитвы не знать что надо заниматься преображенным разумом и своей позиции то это будут просто слова не несущие того смысла ради которого вы это хотите произносить поэтому всего вам доброго поработайте над своим мышлением вместе с богом и живите в радости каждый день до свидания до свидания до свидания дима я дима из